Здравствуйте дорогие друзья, Apple официально назначила проведение конференции разработчиков WWDC на 6 июня. 4 дня будут проводиться обучающие сессии для программистов. Каждый желающий сможет с ними бесплатно ознакомиться на сайте developerapple.com. Мероприятие будет проводиться сугубо в онлайн формате. Саму конференцию традиционно откроет главная презентация, краткое содержание которой мы осветим на канале. В этом видеоролике поговорим о том, что представит Apple на мероприятии. Устраивайтесь поудобнее. Разумеется, покажут новые версии всех операционных систем для смартфонов, планшетов, часов, маков, телевизоров и даже HomePod. Прочитать инструкцию и скачать профиль можно на сайте betaprofiles.com. Важные ссылки оставлю в описании к этому видео. А деле хочу предупредить владельцев Apple Watch. Лучше вообще не накатывать беты из-за того, что если будут какие-либо баги, то откатиться невозможно. Прошивка накатывается по воздуху. К примеру, там в двух поколениях операционных систем отвалился GPS, точнее показывал неточное значение на протяжении 4 бет. То есть ты обновляешься, надеешься, что исправили, но нет, не исправили. И ты не можешь из-за этого нормально бегать и использовать все функции часов по максимуму. Плюс, если все-таки решили накатить прошивку, сначала накатывайте новую версию iOS 16 на смартфон, а уже затем на часы. Если накатить на часы, то опять же можно получить кирпич. А если при этом на iPhone ничего не накатано. Традиционно нововведений, связанных с операционными системами, не так уж и много. Все потому, что цикл происходит только в Купертино. Это не производство железа, когда есть длинные цепочки поставщиков и каждый китаец пытается украсть малейший винтик, чтобы показать его где-либо в интернете. Но инфа все же есть. Марк Гурман из Блумберг с солидным процентом предсказаний 86,4, который можно отследить на сайте AppleTrack, сообщил, что iOS 16 с кодовым названием Sydney привнесет изменения в работу уведомлений и обзаведется новыми функциями отслеживания состояния здоровья. То есть Apple Watch также получат новые софтверные фишки. Также есть утечки более крупных виджетов. Внутри компании их называют InfoShack. Дословный перевод информационной хижины. Виджет по факту позволит комбинировать несколько виджетов в один большой. Будет и более компактная версия. Правда изображение утечки очень смазанное. В iPadOS 16 должен появиться новый интерфейс многозадачности. А еще сообщают, что появятся новые настройки режима фокусировки. И должно произойти обновление приложения Apple News, который у нас не функционирует. А вот глобального редизайна операционки ждать не стоит. И многие скажут, как так-то, Apple? А я скажу, вы посмотрите на iOS 7, в которой был глобальный редизайн и сравните ее с iOS или iPadOS 15 на своем девайсе и вы поймете, что за эти годы Apple перекроила операционку полностью. Практически не осталось элементов интерфейса, которые не подверглись бодопилу. И как показывает практика, люди легче воспринимают мелкие улучшения, чем глобальный редизайн за раз. Вы вспомните, как хейтили ту же iOS 7. Ну и багов там конечно тоже хватало. По поводу совместимости. Французское издание iPhoneSoft утверждает, что iOS 16 будет совместима с чипами A10 и новее. То есть за бортом останутся iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE первого поколения 2016 года. Поддержка начнется с iPhone 7. А что касается iPadOS 16, то ее нельзя будет запустить на iPad mini 4, iPad 5, iPad Air 2 и 9,7 и 12,9 дюймовым iPad Pro 2015 года. По операционке для часов. В WatchOS 9 Apple планирует добавить новый режим с низким энергопотреблением, чтобы часы могли запускать некоторые приложения и функции, не расходуя при этом значительное количество энергии. Компания также планирует обновить многие из своих встроенных циферблатов, которые в настоящее время поставляются с устройством. По поводу всех остальных операционок пока слухов нет. Ключевая фраза call to code. Призыв к коду. Говорит о том, что Apple готовит много ништяков для разработчиков. Выкатят новую версию языка программирования Swift 6. Обновят среду разработки Xcode до версии 14. Как и в прошлом году, надеюсь и в этом, обновят образовательную среду разработки Swift Playgrounds для iPad и Mac до версии 5. Разумеется с новыми фичами. Ведь уже сейчас можно публиковать приложения в App Store даже с iPad. Пусть и простенькие. Какие конкретно появятся новые функции и API пока неизвестно. Многие наверняка хотели бы получить полноценный Xcode для iPad, а не вот эту, скажем так, полудетскую игрушку, связанную со Swift Playground. А также, например, кроссплатформу, чтобы можно было запускать Xcode на Windows. Я не знал, но кажется, это очень распространенный запрос в Google. Тут приходится уже мучиться и накатывать все это дело через виртуальные машины. То есть пользовался услугами виртуализации. По железу пока все очень смутно. Одни говорят, что покажут два новых Mac. Первый MacBook Air на чипе М2. С полным редизайном, цветастым корпусом, улучшенная FaceTime камера и MagSafe интерфейсом. А вот Mini LED дисплей ждать не стоит. Вторая машина, которую анонсируют на WWDC пока неизвестна. Есть точная информация о том, что разрабатываются MacBook Pro на 13 дюймов, Mac mini на новом чипе, а также iMac на 24 дюйма. Но также ходит огромное количество слухов о том, что эти машины покажут именно осенью. А вот появление Mac Pro на WWDC на платформе Apple Silicon мне кажется куда более реалистичным. Тем более Apple уже не раз делала такие анонсы на конференции разработчиков. По слухам, за производительность будет отвечать два топовых M1 Ultra. То есть если взять, к примеру, Mac Studio и помножить у топового чипа все на 2, то получится 40 ядерная процессорная часть, 128 ядерная графика и 256 гигабайт объединенной памяти. Вопрос один, как будет много адаптированного софта не созданного компанией Apple, то есть от сторонних разработчиков, который сможет реализовать весь потенциал настолько мощных чипов. Кстати, Mac Pro одна из немногих машин, которая вообще не обновилась до сих пор на платформу Apple Silicon. Судьба большого iMac, то есть преемника iMac на 27 дюймов, последняя модель которого вышла в 2020 году на процессорах Intel, а также iMac Pro до сих пор неизвестна. Может быть Mac Studio с внешним монитором уже заменили эту линейку, а может быть и нет. А еще Ross Young, который имеет наивысший рейтинг точности предсказаний, сообщил, что Apple в июне, то есть скорее всего на WWDC представит новый 27 дюймовый MiniLED монитор. Есть предположение, что это будет Pro версия недавно представленного Studio Display. Также источник сообщает, что количество MiniLED светодиодов будет больше в два раза, чем в топовом 32 дюймовом XDR мониторе стоимостью 5000 долларов. То есть скорее всего новая Pro версия монитора станет заменой Apple Pro Display XDR. В чем фишка MiniLED светодиодов и локальных зон затемнений рассказывала в обзоре и опыте использования Apple Pro Display XDR. А вот демонстрацию AR, VR и гранитуры смешанной реальности от Apple ждать на WWDC не стоит. В iOS 16 говорят, что там есть огромное количество упоминаний нового типа продукта, но вот саму железную новинку мы скорее всего увидим в течение цикла эксплуатации iOS 16. То есть до осени, до весны 2023 года. А на WWDC максимум покажут какие-то новые функциональные возможности, связанные с дополненной или виртуальной реальностью. Ну а в комментарии к этому видеоролику давайте создадим персональные списки желаний всего того, что вы хотели бы увидеть в новых прошивках для iPhone, iPad, Apple Watch и, например, Mac. Будет интересно почитать. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube-канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.